Всем привет мои дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Хочу поделиться своим авторским рецептом летнего десерта, со свежей ягодой. У меня крупная ежевика, потому что я очень люблю эту ягоду. Десерт чем-то напоминает итальянскую панакотту, но получается с более ярким вкусом, так как в основе десерта домашняя сметана и свежий йогурт. В сметану вливаю сгущенное молоко, ягодный йогурт, перемешиваю ручным венчиком до однородности. Данный десерт удобен тем, что можно использовать любые ягоды по сезону, которые вам нравятся, при этом сливочное суфле остаётся прежнее. В широкую ёмкость вливаю холодную воду и погружаю желатиновые пластины, таким образом, чтобы вода полностью закрыла пластины. Оставляю набухать 5 минут. Спустя 5 минут, слегка отжимаю желатин от воды и перекладываю в сотейник. Сотейник устанавливаю на средний конь, чтобы желатин расплавился, но он не кипел. Перемешиваю силиконовой лопаткой до однородности расплавленный желатин. Снимаю сотейник с огня. Вливаю сразу весь желатин в сливочно-йогуртовую смесь. Я активно перемешиваю венчиком в течение 1 минуты. Переливаю сливочно-йогуртовую основу в чистые десертные баночки. Буду рад, мои дорогие, если поставите мне лайк за старание. Убираю баночки в холодильник, минимум на 1 час. Спустя час достаю баночки суфле из холодильника и оформляю свежей ягодой. В моём случае, это крупноплодная ежевика. Вот такие интересные десерты в баночках, по моему авторскому рецепту получились. Давайте покажу, какое по текстуре суфле внутри. Десерт очень нежный и стабильный, с ароматом домашней сметаны и свежих ягод. Рекомендую подавать сливочно-йогуртовое суфле с ягодами, охлаждённым в стеклянной посуде. Обязательно приготовьте летний десерт «Ягодный сезон», потому что он очень вкусный. Спасибо мои дорогие за вашу подписку и лайки, тем самым вы продвигаете канал и мотивируете меня на новые видео рецепты. Рецепт смотрите под видео.